Двигатель 1.6 бензиновый, 105 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2000 года выпуска. Освежили фары. Немного полировки фар. Были совсем желтые. Позже будем разбирать, делать шлифовку и восстановление стекол с двух сторон, бронировать полиуретановой пленкой. Обслуживание передних тормозов и уборка. Заменил диски на TRW-колодки, обслужил суппорта. Все заняло полтора часа. Снял тонировку, сделал химчистку потолка, убрал следы от мухобойки на капоте. Новое лобовое. Ну что, по роду деятельности был обязан поставить что-то стоящее? Идеология простая. Партнер – это длинная кепка, а значит тюнинг и стайлинг направлен в около автоспорт. Примерил все диски от 15 до 17 из своего наличия, ничего не шло. Но на складе оказался редкий комплект реплики Erdven RZ-F2, еще и в матовой бронзе. Параметры дисков. 157J-E354X100. Резина. KingCookTair Ventus V12 EVA2-195-55R15. Стало все отлично, по рочку диски сделаны максимально качественно и детализировано. Резина на 7 дюймов натянулась как я и хотел, но лучше бы конечно 6,5J, тогда она поагрессивнее выпирала бы, но ничего, возможно позже прийду на 205-50R15. Ну что, наконец-то дошел до недели. Небольшого занижения. Делал все по жигулиной методике. Запил задних пружин на 3 витка, работает без пробоев и посторонних звуков, перед не трогал, но буду снимать один виток точно. Добавил белых надписей на резине. Ну и как обычно в выходной отмыл всю машинку. Глубокая полировка. Сделали глубокую полировку, срезали желтизну. Оказывается машина была совсем не белая. Музыка. 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 Слишком ужон в стоке высокий, да и по ходу стойки от архии спереди стояли. По итогу методом нескольких разборов сделали следующее. Спереди минус две витка. Сзади минус три витка. Само собой расслабил сайлент-блоки и затянул под нагрузкой, чтобы не рвало их. Конфигурация более чем пригодная для повседнева. Меньше кренов, подвеска работает приятно, в меру жестко, пробоев нет, я доволен. Багажник и фейринг. Наконец-то пришла партия корзин. Опыт эксплуатации уже есть на Ниве, и не люблю я обрюзглые и унылые экспедиционные багажники из профильной трубы. Долго искал такую корзину, в итоге, когда нашел, решил привезти сразу партию, тому же цена на порядок дешевле простых и неинтересных багажников. Ну и сразу запилил себе на партнера. Плюсы очевидны. Больше места, постоянно вожу литые диски, а в такую корзину влазит полтора комплекта. Крутой внешний вид. Небольшая масса. Нешумный. Наклеил наклеечку на него, надеюсь не забанят. Размер 1450 тысячи миллиметров. Масса около 10 килограмм. Порошковая покраска, аккуратные швы. Порошковая покраска, хорошее качество изготовления. Спокойно терпит химию с дорог, краска не отлетает от стрем. Отлично подойдет и для внедорожника, и для обычного автомобиля. Стильный и функциональный аксессуар. Наклейка на выбор. Весь крепеж в комплекте. Устанавливается на поперечины. Есть кронштейны под доп.свет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok И мойка с подготовкой. А второй день прокатывали, чтобы не было ни малейшего греха. Получилось два слоя. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok